Так, всё, трансляция, короче, пошла. Итак, сегодня мы поговорим, как и было обещано, о событиях в Армении. Мы поговорим не только о Бархатной революции, а также о том, что ей предшествовало, начиная со времён СССР. Сегодня у нас гость Самбел, который живёт в Армении, то есть он принимал непосредственное участие в революции, и он знает очень хорошо все эти события. Сегодня он нам расскажет, что и как было. Итак, первый вопрос к вам. Расскажите, что было в Армении во времена Советского Союза и о начале Карабахского конфликта? Да, здрасте, значит. Пару слов сначала я представлюсь. Живу я сейчас в Ереване, до этого я долго жил в России, с начала нулевых. В России очень много участвовал в оппозиционных движениях, всяких разных. В связи с последним жестким трендом российской власти, окончательно решил как и свой бизнес, так и вообще своё нахождение сменить на Армению. Я переехал сюда. То есть я сюда ехал нападками, но уже на 100% я переехал сюда в августе 2017 года. То есть каждый год по 3-4 месяца здесь проводил, но всё же решил уже ПМЖ здесь именно с лета прошлого года. Значит, Армения во время СССР. Давайте скажу, начну с начала СССР. Армения в 2020 году. Аграрная страна. Никаких заводов, ничего практически, кроме коньячных и тому подобное. Может, настроение и там такого не было. Значит, я могу только сказать, что вообще индустрия и индустриализация Армении началась после войны. Пошли стройки заводов, атомные электростанции, но это помощь Советского Союза, конечно же. Помимо этого, здесь очень много стройок, очень много жилья начал строиться. То есть город Ереван именно разросся очень порядочно. То, что сейчас считается центром города сто лет назад, это была край. Значит, начало Карабахского конфликта, оно также прилегает именно на, скажем, начало Советского Союза. То есть это 18, 18, 19, когда из-за, скажем так, интриг красных командиров и тому подобное начался передел земли между Арменией и Азербайджаном. Например, сейчас находящаяся в составе Нахиджеванская автономная республика, она была в Армении тогда. Красные командиры ее отдали в состав Азербайджанской республики, ну, тогдашней советской уже, да. Постепенно там армянское население правдами-неправдами было выселено. То есть кто куда, кого в Карабах, кого в Ереван. И я уверен, что это было сделано специально, потому что по географии будет видно, что в случае, если Нагорный Карабах остался в Азербайджане, Анахиджеван в Армении, то очень такое нормальное добрососедство было бы. Красным это невыгодно, как известно. Значит, все вспыхнуло опять в 88-м году. Пошли митинги, требования, чтобы Нагорно-Карабахская автономная область из состава Азербайджанской советской социалистической республики вошла в Армянскую. Азербайджанцы на это не согласились. И уже пошло-поехало, скажем так, сначала действия были по выселению армянского коренного населения. И депортации, и операция «Кольцо», конечно. Сейчас многие азербайджанские коллеги начнут меня поносить, но это все было. То есть внутренние войска Советского Союза с МВД Азербайджана все это провернули. И на 88-89 год они очень лихо выселяли народ, потому что по всем законам СССР такой референдум, как отделение НКО от Азербайджана и присоединение к Армянской СССР, он был законен. Он был законен, и это совершенно легальная, скажем так, была акция. Она, возможно, бы мирно осуществилась. Но, увы. Значит, в 90-х при полнейшем бардаке в Москве, при бардаке уже в республиках ничего не было понятно. Пошли уже боевые действия. То есть армии таковой не было ни у тех, ни у тех. И начали друг друга, скажем так, дубасить. Потому что в 90-м, к 90-му году азербайджанская МВД и вообще войска Азербайджана им удалось захватить Нагорный Карабах практически весь. Крупные города были, некоторые крупные города, как Шуша и тому подобное, были под контролем Азербайджана. При развале СССР Армения себя представляла, скажем так, страну, которая совершенно была неконкурентоспособной. Была, скажем так, добывающей страной. Ничего не производила. Только это атомная электростанция, если уж о конечном продукте можем говорить. И, по-моему, все, значит, Малибден и тому подобное, те ресурсы, которые могли быть проданы за рубеж. Сразу Клика, Воровская и бывших диссидентов это все захватили, и началась тотальная коррупция. А я просто еще раз подмечу, что во время Советского Союза, точнее, не еще раз, а в общем, во время Советского Союза в республике при последних красных руководителях красная идеология была совершенно фальшим. То есть никто в это не верил, никогда. И отсюда и ноги идут, почему в Армении, скажем, в 90-х годах жуткая криминогенная обстановка. Потому что до этого она имела быть место в Армении, и успешно она с центра, и вообще, простите, деньги сосала. Потому что нормально людям заработать не давали никто. Крутились как могли. Некоторые настраивались на 3-4 работы. Значит, зарплату первой работы отправляли взяткой в райком, вторую взятка по этим всем бухгалтериям. Ну и две зарплаты у него, и сюда еще одна зарплата ушла куда надо, и он ничего не делал целый месяц. И получал целый 120 рублей, да. Это очень распространено было в республике. Вот, значит, поэтому после развала пришли люди, которые руководили, кстати, комитетом Карабах. Этот комитет был именно в 88-м году был создан, который отвечал за присоединение НКОК-Армаса. Да, так мы как раз плавно подошли ко второму вопросу. О том, какое стало руководство страны и изменение в жизни армянского народа сразу после развала Советского Союза, то есть до прихода Сержа Сарксиана. Почему Советский Союз вообще разваливался, как это отразилось на Армении, и как это произошло? Плохо, конечно. Ну, скажем так, Армения с Россией, с тогдашней РСФСР, ворвать не хотел. У нас до 93-го года был хождений рубль российский. После 93-го года мы разругались, и уже национальная валюта драма пошла. Отразилось как? Смотрите, по географии, если посмотреть у нас с востока, значит, Азербайджан и с запада Турция. Только юг и север, это, соответственно, Грузия и Иран. И получается, что Турция из-за Нагорного Карабаха границы закрыла, то есть сразу заявила, что без решения проблем Нагорного Карабаха границу мы не откроем. Это уже было заявлено вот именно в 90-х, когда независимость была провозглашена. Азербайджан, естественно, ну, воюющая, как бы, странная граница закрывает. И у нас осталось, значит, две границы. Две границы без железной дороги. То есть из Грузии была железная дорога, но там из-за Осетии и Абхазии эти рукава железных дорог, они постоянно были под обстрелом. Поэтому с транспортом шуткая ситуация была. А с Ираном по естественным причинам не было железных дорог, потому что железная дорога, она с Ереваном проходила по Нахачеванской автономной республике. То есть надо было 180 километров с Еревана строить до границы, а у молодой тогда республики не то, что на железные дороги, на бензин, МВДшникам не хватало. Это я вот вперед сбегая скажу. Значит, руководство страны, слушайте, руководство страны, я опять сказал, это большинство из комитета Карабах, то есть Левонтер, Петросян, Ван Осири, Адыгян, не буду сейчас именами спать. Вот эти люди, они очень успешно, скажем так, под всеобщее отобрение взяли первый срок президентства. Он выиграл с большим отрывом Левонтер Петросян. И в общем-то, после вообще развала СССР жуткое количество людей уезжало из страны, потому что не было возможности не только себя реализовать, но и достойно жить. Потому что пошли уже проблемы с бензином, с продуктами питания. Со светом воду давали 2 часа, тега в 90-е, скажем, начало 90-х. Военное положение было. Жуткая ситуация во всех сферах, потому что такой коллапс вообще экономики был. Никто не предполагал, что такое вообще будет. Потому что красные, скажем так, командиры, они, как известно, не концентрировали какое-либо производство в одном месте. Все заводы в Армении или производили какую-то часть, скажем так, составляли часть, какую-то маленькую, от большого концерна, или производили сырье. Скажем так, на сырье быстро эти криминальные элементы, которые, которых стало большинство и диссиденты, диссидентам просто пришлось с ними как-то договариваться и делить сферы влияния. В итоге диссиденты в сухую так проиграли, чтобы до сих пор Леона Торпетросяна вспоминать не очень хорошо. Совершенно он неоднозначной личности. Вне зависимости от Армении с ним никак не ассоциируют. С ним ассоциируют, скажем, все несчастья и весь этот ад, через который люди прошли в 90-х. Лихие 90-е, да, лихие 90-е, они так и называются, конечно, но с армянским таким уклоном с катастрофическим, скажем так, с катастрофической нехваткой воды, электроэнергии и естественного тепла. Потому что, скажем так, в 90-х даже люди брали санки зимой, конечно, и шли деревья валить. Не было вообще ни света, ни газа, тем более газа, газ, ужасная ситуация была. Даже вот по телевизору тогда была вот социальная реклама, типа не руби деревья, задумайся о будущем, все такое. Очень такая обескураживающая картина, когда у каждого человека, во-первых, с собой были кусачки, потому что был такой понятий, как левый свет, то есть подрубали у кого-то электроэнергию, воровали, чтобы не платить там, или не то, что даже не платить, чтобы вообще был этот свет. Воровали у линий этих самых, тогда еще трамвай был в Ереване, у трамвайных линий, у линий троллейбуса, да. В метро не знаю, может, кто и воровал, но лично у меня знакомый работал в АТС, и, как известно, у АТС там есть автономный, ну, телефонная сеть, автономные источники питания, и он, по-моему, 400 метров кабеля вот к себе домой и от этих аккумуляторов довез. Отовез, поэтому, скажем так, армянский уклон, он чуть-чуть более анархист, скажем такой, да, черно-белый. А какие выступления были против власти в 90-е годы? То есть народ как возмущался? Значит, да, это очень интересная тема. Значит, первые волнения пошли через два года после завершения войны. Война продлилась до 94-го года подписанием соглашения трехстороннего от Нагорного Карабаха, от Азербайджана, от Армении. В 96-м году должны были пройти, ну, и прошли, соответственно, очередные выборы президента, и они прошли с гигантским количеством фальсификаций. Скажем так, было два кандидата, Леван Таркетросян, это диссидент, да, и отколовшийся от него еще один, Вазген Саркисян, еще один член этого же комитета, но которого поддержала оппозиция. По данным должен был пройти второй тур, то есть Вазген Саркисян набрал, простите, 41%, Леван Таркетросян набрал 50,80%. Что произошло? Люди просто озверевшие от того, что было и что стало. То есть вы понимаете, да, два часа света, и нет воды, помыться можно раз в неделю, там подобно ужасной ситуации. Люди пошли на беспрецедентный по тем временам большой митинг, именно про 90-е, 80-е, все уже, скажем так, не то, что забыли, а не до этого был, не до этого было, все там просто, не знаю, хотели тупо согреться и наесться, как говорят. Эти выборы, они, да и по моим данным, они были очень нечестны, должен был победить Вазген Манукян. Я Саркисян сказал, я оговорился, его фамилия Вазген Манукян. Вазген Саркисян, это другой человек, я сейчас к нему вернусь. На него нажали, ему там что-то сказали, и эта тема потом заглохла. Ну как это все, как этот бунт, он, скажем так, имел место быть? Он завел, скажем так, людей к зданию национального собрания, то есть он привел под решетки, там ограда есть. Люди сами себя накрутили так, что они просто национальное собрание взяли штурмом и сильно избили спикера и его зама национального собрания, очень сильно. Даже после этого очень такие пошли неприятные для Вазгена Манукяна последствия, что люди не сдержались, и я все-таки думаю, и из-за этого у него, скажем так, поддержка упала, потому что у него колоссальная поддержка была. Значит, тогдашний министр обороны, чтобы вы знали, Вазген Саркисян, он для Армении неоднозначная личность. Одни его боготворят, так как он герой войны, вторые его проклинают, потому что он привел к власти, скажем так, военных, которые, может быть, в военном плане были и посмышленнее, но в политике и в экономике были дуб-дубом. И в этот момент он сказал, я процитирую специально, даже если они, это про Вазгена Манукяна, даже если они смогут выиграть 100% голосов, ни Армая, ни СНБ, ни тем более МВД не признает таких политических лидеров. То есть, понимаете, да? Человек явно говорит, голосуйте, не голосуйте, ничего не будет. Собственно, от этого и политический бардак начался. Даже вот интересно, что сейчас, вот сейчас, тех генералов, которых служба национальной безопасности арестовывает, это были его люди. Я еще вернусь, как закончил Вазген Саркиса. Вот, тогда же ИИ все это начало, скажем так, образовываться. Значит, следующий этап после 96-го года, это когда Леван Торпетер Исан уже понял, что воровской клан его обманул. То есть, даже не то, что его обманул, он был человеком, может, и сильным диссидентом, но очень слабым президентом, когда совершенно лютое количество денег воровали, ужасно, но к нему ни копейки не поступало. С администрации президента звонят банкиру, который хочет открыть банк, и говорят, ты нам 50% вот в чемоданах привези, но до президента этих денег не доходят. То есть, понятно там, что происходило. В 98-м он подал отставку. Скажем так, до этого у него год, как говорили, что он там после штурма 96-го года, он там три месяца, у него депрессия была, и он полностью от реальности отошел. Значит, даже такая комичная ситуация была, он прямой эфир делает, принимает звонки, человек звонит и спрашивает, слушай, говорит, господин президент, нету денег, нету денег, чтобы прокормиться. У меня вот такое-то образование, вот что мне делать, посоветую. Ну, президент, как совершенно на тот момент отбитый чайпингает, иди и возьми в долг у соседа. Очень народ тогда это все разозлило. В 98-м году он подает в отставку, и, как оказалось, в этот же момент власть уходит клан. Клану Роберта Кочаряна и, внимание, Сержа Саркисяна. Роберт Кочаряна, он становится премьер-министром, Серж Саркисян становится тогда еще объединенным министром МВД и нацбезопасности. Кстати, кто не видел, есть в интернете гуляет видеозапись, как молодого Никола Пашиняна. Молодой Никол Пашиняна судится с Сержем Саркисяном в 99-м году, как главный редактор газеты, которая якобы проклеветала его министерство и требует 10 тысяч долларов. Ну, тогда еще в долларах все считали. Требует 10 тысяч долларов. Что-что? Говорю, в принципе, сейчас тоже все в долларах считают. Ну, сейчас по официальным СМИ штрафы и тому подобное. А тогда вот СМИ говорило, что 10 тысяч долларов просят штрафы. Значит, клан. Сначала все на Роберта смотрелись оптимистично. Потому что при Тер-Петросяне в республике был настолько большой бардак, что, я как говорил, даже у машины МВД не было горючего. Не было. Потому что так все заворовали, что даже те талоны, которые правительственные выдавали машинам МВД, на госзаправках просто не было горючего. Никто этим не занимался. Соответственно, шли уже на госуровне побор с проституток, скажем так, коробция невиданных масштабов. Роберт Кочелян этому поставил конец. Скажем, он поднял зарплаты, ну, силовикам. Сменил все, всех абсолютно чиновников на лояльных. До этого там, черти что творилось. Чуть ли не каждый год менялся прокурор, по-моему, или там какая-то очень действующая шишка. Каждый год что-то там менялся. Очень слабая власть была у Торпет Касяна. Роберт эту власть сконсолидировал в кулак. Пытался, ну, не пытался у него. Получилось, собственно. У него получилось до 2005 года. Скажем так, до половины, до половины второго срока у него получилось снизить миграцию. Это очень сильный показатель. И добавить достатка. Серьезно, добавить достатку. Уже при нем эти... Вода нормально начала доходить до адресата. Электроэнергия вернулась в Армению. Потому что, кстати, не сказал от атомной электростанции, а вот какой-то атомный вопрос был бы. Всю электроэнергию продавали в Грузию, а деньги непонятно. Нет их, в общем. Разворовали деньги. То есть до сих пор этих денег нету. Куда кто продавал настолько все там было запутанно, что ужас. Наконец, все это в социальном плане поднял. Уже начал, скажем, делать изменения в транспорте. Там он завез новые для Еревана. Президент, конечно, не этот ни мэр. Но все же он завез для республики новые... Не новые, скажем, использованные французские автобусы, троллейбусы. До этого все катались на старых советских. Да, там совок полный был. Вот хотел спросить, а зарплату только силовикам подняли? Или потому что... Нет, ну, в общем, силовикам он аккордно поднял. Да, чтобы вот... Простите, вот смотрите, вот силовикам зарплата поднялась. Поэтому мир кружбы и жвачка. Но по уровню тогдашнему у многих тоже зарплаты начали подниматься. Естественно, образом. То есть, это не то, что он сделал. Он просто бизнес, ну, скажем так, на два года. Не два, там даже не четыре. До три года он чуть-чуть давление на бизнес снизил. На бизнес снизил. Потом опять все пошло по тому же вектору, как и Ливон, скажем так. То есть, не то, что власть слабела, а поборы начались опять. Значит, если Роберта любили, то это за то, что он мог надавить на олигархов, чтобы они слишком много не борзели. То есть, опять же, знаете, такой произвол, но во имя каких-то собственных понятий про народ. Я просто хочу акцентировать внимание на то, что совершенно незаконные действия, конечно, со стороны него были. Но он пытался это ради своего рейтинга как-то это все образумить этих людей. Потом 2008 год. 2008 год. Что это за год? Такой интересный. Это год, когда Серж пришел, так понимаю. Да, это год, когда пришел Серж. До этого Серж был премьер-министром, до этого министром обороны. Ну, на первых ролях был. На первых ролях был, значит, 2008 год. Выборы президента 19 февраля. Два игрока. Ливонтер Петроссен, первый президент. Ливонтер Петроссен и Серж Саргисиан. Многие, значит, немногие, три категории людей, которые пошли за Ливоном. Это правозащитники, потому что при Роберте гигантское количество притеснений было всех и вся. Бывшие работники администрации и вообще тех людей, которые кормились за счет Ливона. И третий, это, скажем так, отодвинутые от кормушки вороватые чиновники. То есть, я их разделяю не Ливоновские кадры, а именно те, которые пришли бы на замен. Которые ничего не могут, кроме как воровать, скажем так. Все-таки это два разных, я думаю, это два разных типа, потому что бывшие они... Хотя они тоже ничего не могут делать, кроме как воровать, но они как бы были уже в этой власти, они знают... По-разному воровать. Да, они вкус знают, как это, да. А вот эти они вкуса не знают, но попытаются. Значит, да, и пошел, еще четвертый забыл, четвертый контингент, пошел народ, которые жестко обманули. Которые жестко обманули, обманули по пенсиям, по социальной, скажем так, люди, не отличающиеся умом, скажем так, пролетарий, пошли за Ливона Тарпетросяна. Вот эти четыре категории населения, они пошли за Ливоном, и поэтому у него не случилось большого количества, большой и всесторонней поддержки. 19 февраля происходит выбор. Естественно, всеми правдами и неправдами. Побеждает всех. Гигантское количество, даже больше, чем в 96-м году, махинаций, карусели пошли уже, пошли уже подкупы уиков, даже не подкуп в цике уже на коленке, все это рисовалось. Естественно, побеждает сэр Саркисио. На площади Франции люди начали ставить палатки. Что-то типа Майдана, но до Майдана, как пешком до Китая, не было у них поддержки. Не было. До сих пор я вот уверен, что если бы не Ливона кто-то другой, текущая бархатная революция, случилась бы тогда. Эти люди тихо, мирно там стояли, кричали, требовали что-то. Не, не махались пока еще. Серж там попытался свой антимайдан сделать, я просто термин говорю, потому что понятно было. Антимайдан свой сделать. Эти люди, которые на антимайдане были, они примкнули к Ливону потом. Очень просто. И с этого момента информации до 28 февраля у меня не было. То есть с 25. Потому что я тогда против Ливона был 7 февраля. Лучше всех, чем Ливон, потому что при этом хотя бы у полиции, не знаю, у полиции, у медиков бензин был, чтобы до места дышать. При Роберте, а при Ливоне вообще нихрена нет. Значит, последний день февраля, прям наступает утро 1 марта. По закону не имеют права ничего с этими людьми делать до 7 часов утра. То есть разгонять, бить, арестовывать. В 6.30 приказ этот палаточный лагерь разогнать. Людей очень-очень сильно избивают. Катастрофически там. Не знаю, там очень жесткий там. Жесткий разгон был и дубинками по головам. Все там. Нескольких в больницу. Личные вещи там. Неважно. Значит, непонятно. Все побежали к кто по домам, кто куда. В общем, им удалось. Они разогнали. У всех шок. Еще не проснулись. 6.30, понимаете. Значит, люди начали отбегать еще в интернете кадры. Я показал, конечно. Кадры есть, как за стариком гонятся прямо с площади Франции. Это прямо возле здания оперы к площади республики. Революция. Как сейчас переименовали? Там было что? Вот площадь революции это и есть площадь Франции, только она чуть... За, скажем, за ту сторону от здания оперы. Это, можно сказать, одно и то же место, но разделено здание оперы. То есть, это вот в этих же краях. Вы про деда рассказывали? Да, да, да. Я просто хочу вспомнить, сколько там на часах показывала, потому что оперативник, который снимал это, он снимал, как этого деда перед советской машиной, Волгой. Этого деда избивали, он зацепил краем объектива время на курантах. Там было 6 часов 40 или 50 минут. По закону, то есть, понятно, да, по закону они закон уже нарушили, что это значит. Но они до 7 часов утра не имеют правила ничего делать. Это очень такая веская, веская по 1 марта, по действиям полиции в 1 марта, на 1 марта, это очень веская, скажем, по вескому. Деда избили, не знаю, живой. Ну да, живой, живой был. Живой остался, то есть он дальше, наверное, никуда не пошел. Его судьбы я не знаю. Дальше. Левонов взяли в отцепление. Есть кадр, где он сидит на лавочке, спокойно себе курит, а по кругу у него там вывшники стоят, никому к ним не подпускают. Левонов взяли в отцеплении и сказали, все, иди домой, что пусть дому не высовывался. Все говорят, что его взяли под домашний арест. Главный прокурор говорит, что у нас такой практики в Армении нет. Но в то же время служба по охране президента говорит, что если вдруг он выйдет из дома, то мы не сможем на сто процентов защитить его жизнь. Это силовая структура, которая обязана всех бывших первых лиц охранять. Но она, естественно, подчиняется Роберту так-то еще. Он застал выходить. Он не вышел. Он не вышел, и он не вышел, а он куда? После того, как люди побили, люди поехали по домам, согрелись, наелись и начали собираться возле посольства Франции. Тогда с Францией очень такие надежды были, наш союзник для Ля Фа Фа. Ну и собралось порядка 20 тысяч, 20-25 сначала, 20-25 тысяч людей собралось. Нормально. И немало, да, и непонятно было, что делать. Вообще, потому что первый, первый человек, лидер протеста, он вот именно застал приходить, потому что его вызванивали, а по телевизору сказали, выйдешь, короче, тебе все, минус. Выше. Интернет там и так далее, понятно, не было. Но это 2008 год, 2008 год, скажем так, интернет в Армении тогда только-только распространялся, и основное средство связи сарафан на радио. Сарафан на радио и разговоры по телефону, да. То есть, ни смартфонов, ничего в таком широком пользовании, конечно, не было. Левон забоялся и на сцену вышел, то есть, на сцену взял с собой громкоговоритель, он тогда заместителем был всего этого, Никол Пашинян. Он тогда был в стане Левона и Никол Пашинян и другие сейчас лидеры, которые сейчас лидеры, они тогда были, несколько человек, точно, они были тогда рядом с Левоном, которыми, кстати, не очень нравятся из-за их прошлого, кстати, из когорты бывших чиновников, они, не знаю, время пока что. Он туда пошел и начал просто регулировать этот протест, потому что уже пошли драки с полицейскими, одну улицу перекрыли троллейбусом, вторую улицу уже начали перекрывать, там лавочек тогда не было, просто какие-то палки тащили, что-то в этом духе. Да, еще впал в этом якобы палаточном лагере, нашли оружие и там подобное, то есть машина пропаганды, она, тут маховик начал раскручиваться. и какой-то, и кто-то докладывает президенту, что якобы какие-то молодчики с какого-то забора высовываются и стрелят боевым патронами в сторону полиции. Ну, это как бы официальный доклад, сейчас по этому поводу идут активные дискуссии, кто этот был, человек, кто доложил президенту, что есть такая проблема. Потому что на основании этого он с час и ночи, по-моему, в республике вводит чрезвычайное положение. Вечер начинается ад. Значит, начинается ад, начинается стрельба, стреляют в основном воздух, но есть некоторые отбитые совершенно существа, которые начнут стрелять людей. Раненых очень много, человек под 60. То есть стрелять начинают этими черемухами. такая вот такой дробовик, который резинными пулями стреляют. Даже, я прошу прощения за подробности, даже есть кадры у парня 17 лет ему просто к чертовой матери щеку вынесло. Повезло, конечно. Там зубы, щеку, но уже восстался. Прострелили щеку чуваку, да. Начали стрелять там был один одиозный офицер, по слухам, который начал со своего табельного стрелять по людям. Даже есть кадры, которые, кстати, показывают уже 4 часа ночи, всех разогнали, сидят совершенно, простите, не знаю, в ноль зашуганные ребята 18-17 лет. То есть совершенно белые, не знаю, ждут, наверное, что расстреляют. Это первый кадр, то есть там их 6 человек. Второй кадр, я не знаю, как-то это покажу вам, второй кадр, это тот же, то же самое место, сидит 5 человек, а сзади уже на стене такая, там съемка не очень хорошая, но такие темные пятна, ну понимаете, да, что это кровь, и как будто вот разбрызгалась. И одного человека там нету. одного парня там нету, и по беспределу совершенно его расстреляли. Его расстреляли там, до сих пор не утихает, кто это сделал. Не утихает то, насколько полиция была жесткой, кадры есть, как полицейский УАЗик, тупо переезжает, избивает и переезжает человека. Правда, на него там уже бегают, наверное, офицеры, или что, но он просто дал по газам, сбил человека, просто ужасно. По нему проехался. Какие были последствия, скажи, у всего этого события? Да, в итоге, значит, 8 трупов гражданских активистов, двое полицейских. Полицейский один умер из-за того, что в ответ кинули эту же гранату газовую, которую полицейские кинули на народ, обратно скинули, там осколок в сердце попал. Значит, последствия всех лидеров первого марта и кроме Ливона, кто этим всем руководил, посадили. Значит, Никол Пашинян спрятался на полтора года, на 10 месяцев или полтора года, не помню. Начали постепенно всех, кто был против Сержа сажать. Первый год правления Сержа Саркисиона был адом для всех тех, кто голосовал против него. Там, конечно, за Ливона еще были там, скажем так, идиотские, например, высказывания. Не то, что идиотские действия, например, судья, который по здравому смыслу не имеет права быть как-то приверженцем какой-то политической власти, заявлять, что он переходит на сторону Ливона Тарпетера Сяновна, его, конечно, сняли по лицу, надавали. Эти несколько лет производились аресты и по подозрению в организации массовых беспорядков людей закрывали. Никол Пашинян, текущий премьер-министр, явился добровольно в прокуратуру сдался и ему дали семь лет, но через полтора года в амнистии он вышел. Поэтому он тоже пострадал и был политическим узником вот этого все систем. потом, восьмого года люди начали массово покидать страну, кто куда, уже надежд нет, что тут что-то будет, потому что уже вся эта клика Сержа с его братком и тому подобное начали уже полностью общищать страну. Его брат на все хорошие, скажем так, бизнес-решения и компании накладывал 50-процентную маржу, то есть 50% сразу в карман или куда. Ну и люди полностью в апатию. Полностью в апатию стали такими вялыми, потому что на улице выходишь, да и сейчас не прошло на самом деле. Мало времени и еще много времени точно должно пройти, чтобы это выражение лица у человека, который постоянно думает как бы прокармиться. Вот здесь это встретишь у каждого первого. Все это начало продолжаться до Электрик Еревана и Электромайдана так называемого. Конечно, до Электромайдана там посадили Жерейрис и Филиана это, скажем так, то крыло ветеранов, которые против Сержа были и они радикальны. То есть я их лично не поддерживаю, они очень радикально настроены и тому подобное. Его посадили, он там что-то пытался сделать. И 16-й год. То есть не 15-й. Ну, 15-й. Да, 15-й. Электрик Ереван. Я просто вспоминаю, знаете, что там активно все это продолжало 16-го июня по 1-й июля. 16-го начали собираться люди. Отпишем он. Сроки все интересны. Первый срок, потом второй и так далее. Ну, Сержа? Да. Так, ну, первый срок, он, я вот не помню, потому что на самом деле очень мало людей следило тогда за выборами президента. Это фикция. 12-й год там был, что-то с 12-м годом связано, что были выборы, и там был еще один политик, как его звали-то? Вообще не помню, как его звали, не очень хорошие. Получается, никому неизвестно, если вы не помните. Не, 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 он известный, но я лично, вот, у меня никакого вообще желания что-то там делать не внушал, потому что он очень легко сдал свои позиции, когда власть пошла с ним на переговоры. Очень легко он сдался, получил свои, скажем так, деньги, я уверен, что там деньги были, и отчалил. Господи, почему я забыл его имя? Я его ему знал, значит, он вылетел с головы. Ну, так, ладно, электромайдан. Электромайдан, активная фаза, 16 июня, 1 июля. Совершенно, на мой взгляд, глупый митинг, глупое вообще движение, никаких политических лозунгов, а только снижение электроэнергии, тарифа. Значит, всеми, всеми логическими суждениями шло к тому, что это подорожание сделали политики. То есть там тогда армянскими электросетями заведовал некто Бибин с России, и он там очень такие классные, классные финансовые действия дел, покупал все там машины за полляма долларов, на какую-то фигню деньги тратил, которые инфраструктуре вообще никакой пользы не принесли. А тут под соусом, что инфраструктура сгнила, еще давайте тарифы повысим. Лидеры протеста повели себя, повели себя очень недальновидно. Я был там, я участвовал несколько дней, но потом я уже понял, почему все это идет. Уже ничего такого, ничего, во мне лично ничего не проснулось. Они помимо того, что запретили политические, то есть не предоставили политических лозунгов, они тех людей, которые пришли сначала, заметьте, сначала пришли с политическими лозунгами, это именно партия Никола Пашиняна и коллег, у него там коллеги были. То есть, грубо говоря, они запретили флаги и лозунги оппозиционных партий. Я хочу это подметить, что это было именно в пик, когда людей было максимальное количество, когда простите, тогдашнего министра образования всей толпой нахрен посылали. Знаменитые кадры есть. Он стоит, а его четко, представляете, в армянском обществе, где оскорбления все-таки тут считаются таким. Тебя на весь мир посылают нахрен матом при женщинах и детях. в этот момент организаторы себя повели как последние придурки и все запретили. Запретили политические лозунги опять же и ничего не добились. Что они делали? Я не знаю, что они там пытались что сделать, но они сами себя, по моему мнению, сами себя загнали в тупик, людей больше не стало, а наоборот пошла убыль, но они от своих лозунгов не то, что лозунгов, от ультиматума своего они обратно пойти не смогли. То есть отказаться не смогли и не получилось бы у них вообще ничего. Чем закончился электромайдан? Закончилось очередной обещалкой, что мы пересмотрим цены. Президент Север Саркисиона заморозил цены до какого-то времени и 1 июля народу стал катастрофически мало. Что было потом, скажем так, несколько, несколько, идей, скажем так, убежденных людей пытались что-то там сделать. У них пытались перекрыть опять что-то, завести опять этот огонь, несколько раз ничего не получалось. Народу было катастрофически мало. И под самый конец они начали выдвигать политические лозунги. Уже в тот момент, когда людей там тупо не стало. Я помню, как сейчас первый день, именно 16-е, даже не 16-17 утро, когда я туда спустился, в этот день, а ночь не оставался, гигантское количество людей приходило и оставлял поесть. Скажем так, что с политическими стала, вот этими избивали, которые всех отпустили, всех отпустили, да, всех отпустили, ничего с ними не сделали. Именно, кстати, вот большинство народа, это и плюс, ну как плюс, не считаю, что это победа какая-то. Скажем так, бастующих повязали, побунтовали, побунтовали, народу еще больше стало, их отпустили. это друг друга, скажем, компенсирует. По большому счету, электрики Иоанн был на сто процентов провальной акцией. Совершенно провален. никаких, скажем так, положительных последствий не было, и те лидеры, которые тогда этим рулили, они теперь потеряли всякий авторитет, эти молодые люди. и все. Кстати, такой смешной казус был, что ночь простояли, там палатка уже несколько дней, 25 или 27, не помню. да и неважно, в принципе, просто там есть палатка, там уж этот склад организовали с едой. С ребятами подходим, говорим, дайте поесть что-нибудь. А, говорит, нету, вот печеньки, печеньки жуйте. Ну, я там получил, что 18 числа заведовал этим складом, то есть там пытался что-то, тогда ни палаток ни хрена не было, тупо угол, где люди вот тут еду собирали. Я пытался вот как-то по сигаретам, по питью, по еде все это расписало. Ну, и там девка какая-то стояла, говорю, дай-ка посмотреть, что вообще, что за сумки у тебя сзади? Извиняюсь, Пашиняна, флотно-минств, что сделал? А Пашиняна тогда не допустили. Его выгнали. Он пытался с своей партией, со своими флагами и поддержкой прийти на этот митинг, его не допустили. Хорошо. А вот итоги этого митинга, то есть ты говоришь, это 2015 год, лето. Вот что произошло после него и в период между 15-м и началом бархатной революции? Так, что произошло между захват полка этими националистами? Значит, 15-й год вот эта акция ничем не увенчалась на следующий год прямо через несколько дней после провального переворота в Турции. националисты националисты из партии учредительное собрание. Такие, знаете, крайне, то что право, крайне радикально настроены люди. их лидера арестовал Серж в свое время, как я и говорил, они решились на захват полка ППС. захват был кровавым, там скончалось два человека и в итоге этот захват унес жизнь четырех людей. Двоих полицейских, одного сочувствующего, который прорвался им, еды понес, по нему открыли огонь и еще, по-моему, одного захватывающего. совершенно идиотская акция, потому что был призыв на вооруженную смену власти. В этом случае у Сержа открывались, мы развязывались руки на применение оружия и все. Их поддержали, они несколько дней там постреляли в воздух. Полиция очень в этот момент, не знаю, очень, наверное, сильно забеспокоились уже. Полиция жесточайшим образом начала всех бить. То есть, помимо того, что били, на следующий день еще по камерам вычисляли, кто махать устраивал. и на следующий день уже приезжали, арестовывали, прямо на несколько лет закрывали. Такие были люди. То есть, там два, скажем так, подъезда к полку. Первый подъезд там закрыли мирную демонстрацию, а второй он более, скажем так, в частном секторе находится, подъезда в кучу. А этот частный сектор, там скажем так, люди более свободного духа и закажут пустяк готовы полицейским, скажем так, того времени набить морду. Ну, там и махач начался. Очень жесткие вообще пошли задержания, жесткие, жесткий ответ власти. Они все потом сдались, потому что они рассчитывали, что начнет, пойдет цепная реакция, цепная реакция по захвату всех гособъектов. Но этого ничего не произошло. Потому что, ну, слава богу, потому что, как только что, у нас есть враг, который хочет нас завоевать. И даже в 2008 году, кстати, такая ремарка, что именно 1 марта эти товарищи попытались там несколько маневров сделать и ударили, кстати, несколько постов захватили, но отбежали. В 2008 это не удалось. Поддержка у этих людей, которые захватили полк была минимальной. Была минимальной и сейчас вернулись здания, меня тут просто отвлекли сейчас тут. И практически все там стояли просто за то, вот именно там тоже был митинг, немаленький, где-то тысяч 10 собралось. Но все стояли и то, чтобы последовать их скажем, призыв на захват оружия. Они вообще что говорили, оенгеле прорывайте милицейское оцепление, мы раздадим вам стволы и пойдем смещать Сержа. А люди стояли, чтобы слушать не то, что на захват чтобы их там не положили. Потому что там вот в этом отряде были очень известные люди по Карабахской войне. Скажем, до 18-го года такие массовые протесты, именно протестах разного калибра, они вот и заканчиваются до этой бархатной революции. Вот как-то в армии неспокойно было. А как началось, из-за чего конкретно вот началась сама бархатная революция? Так, они пришли по сути. Да, значит, бархатная революция. А в девяностом 2015 году, так как у Серри Саркисяна по конституции, он, ну, у него заканчивался второй президентский срок, и он не мог, как уже известно, не то, как уже известно, он не мог сесть на второй, на второй срок, и как уже известно, он хотел сесть на кресло премьер-министра, он задумал поменять президентскую форму управления на парламентскую. Хотя, он именно в 15-м году заявил, что это до того, как ППС захватили. он заявил, что он после референдума при первом назначении такого премьер-министра не будет претендовать ни на какую должность вообще. Он уйдет в политической сцены. Это есть, это сообщил радио свободе. Ну и все порадовались. Вот наконец-то уйдет. В ноябре 2017 года он заявляет, что он будет, что возможно, если его попросят, он останется, чтобы передать опыт своего руководства молодому поколению. То есть его как завернул. И тогда не было ясно, что происходит. Тогда не было ясно, что происходит. Значит, привезли президента текущего с Лондона, то есть текущий президент это Армен Савкисян, тоже с ним не очень понятно, но он подтвердил, но нападки Никола на него тогда, когда он представлял все как президент, который должна была назначить, который должен был парламент назначить. Он представлял себя как президенту, который нету паспорта в Великобритании, то есть по закону он должен быть гражданин по конституции, он должен быть гражданином Армении последние пять лет но у него было несколько момент как что то есть несколько раз то он один момент получил гражданство соединенного королевства он был там там жил короче очень большие нападки были не могли действующая власть не могла предоставить документы что он сама самовольно попросился об отказе да ну потом как-то предоставили я уже не знаю тогда вот это этот момент был потом никол пашинян со своей крупой организовал партии елк вот эта фракция там у них несколько партий фракция называется елк переводится как выход там во фракции три партии партия республика не республиканцы партия светлоармения и гражданский договор он с фракционными парламент процента парламентами интересно процент значит из 105 да кстати семнадцатом году был были парламентские выборы естественно по всем этим законам который позволял там некоторые махинации победили республиканская фракция значит 77 депутатов при 105 общем количестве у фракции получилось у нас два получается да да так у нас же вообще диктаторское государство не сравнивай в арбах интересно так вот он начинает с города гюмри начинает компанию мой шаг и пешком скажем так оббегает все ну таки кустонаселенные города с призывом к не подчиняться этой рокировки потому что он уже так до выборов до выборов какого были 17 апреля до выборов не подчиняться этой банде и выйти на улицу это очень важный момент на самом деле потому что многие люди у нас вообще не знают каким образом армяне смогли так ловко организоваться то есть люди выходили на улице и протестовали это ты очень важный сказал момент продолжать смотри сначала сначала не очень много людей поверил это тоже немаловажный факт потому что крайне же мало изначально вышло с гюмри вышло 15 человек и это в основном представители фракции и его не очень много зашло вся вся все завертелось когда пашинян начал активно действовать и закрывать дороги то есть он говорил он не говорил что конце концентрируйтесь в одном месте угел что выходите на улице просто блокируйте дорог значит он уже когда в заехал ереван уже по там до 19 не могу вспомнить потому что я начал участвовать 18 и то этого не вообще ничего не помню надо это вообще ремонтом занят потому что очень мало людей на самом деле верила что что-то произойдет я это говорю со всей ответственность до выходили кричали что вот мы сейчас но реально когда люди смотрели на количество сколько людей вышло то не то что маргиналы потому что все помнили а 2008 год вышло такое же количество людей и они тоже орали что мы победили и в итоге там имеем что имеет значит а маховик то поршиняновский начал раскачиваться тогда когда он на площади уже франции тоже остался на ночлег как только заехал вереван там палатки все такое следующий день он я хочу подчеркнуть то что он все говорят вот выходит пару человек это ничего не решает вот наглядный пример пару человек выходит изначально конечно решает и в этот вечер пошли он заявил что если вот эта акция не достигнет своего успеха и не произойдет смена режима то я с политики уйду это его заявлению на следующий день он ну к нему присоединились уже студенты естественно сила основная и не только студенты там но кто присоединился по он 16 число было и они пошли захватывать радио дом радио значит когда это очевидцы пашиняна там чуть не пристрелили потому что уже офицер с кобурой достал пистолет и не пускал его знанием не стреляй ну не пристрелили слава бог но доступа к радио не дали доступа к радио не дали и он заявлением там сделано факт остается фактом что у них получилось это здание полностью застопорить то есть все минус дом радио это 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 стратегический объект это был сильный просто удар всем не только полицейским или там властям а именно сомневающимся послушайте учет получилось сойти в административное здание и чуть ли не получить доступ к радио радио у вас что-то пользуется популярность не то что радио понимаешь то что гос здание государственное здание захватили протестующие думайся государственное здание это на не знаю это очень непривычно в армии слышать непривычно а народ вообще он как поднялся против сарксяна за пашиняна или он за реформы то есть им просто достаете стране значит сначала народ поднялся против сержа естественно митинги и лозунги были сделай шаг отвертки серже и если ты против серже по сигнале то есть не было такое что пашиняна наш наш наши все это подобное и после уже 23 как то осознали что сердце аркисен подал в отставку все поняли что это именно тот человек который реально сейчас уже сможет возглавить новую армию никол пашином то что у него с этой стратегией а именно стратегия локального бунта она работает вообще как это все происходило что как все это происходило там день 1 1 2 1 3 так поочередно как все это происходило сначала были точечные удары это захват радио еще что-то а потом он начал прогуливаться по всем густым населенным районом просто прогуливаться с людьми и при и всех приглашать им присоединиться митингу и в один момент на народу столько много стало что это было это я говорю про 22 числа когда вышли военные просить не 22 23 они были избиения людей насколько я знаю штаб и да конечно избиения людей были с полицейскими я тоже там махался было дело но на самом деле это агрессивная фаза была всего лишь несколько дней после того как число протестующих локальных перешагнул за определенную черту и полицейские не успевали заниматься всем у них просто победа нашей скажем так революции в том что нас от момента стало много и мы практически всю страну парализовали и машина по давлению просто не справилась с этим они не могли все это подавить они могли всех этих 60 тысяч закрыть ведь суть вообще локального бунта в том что никол пашинян говорит мы здесь вот прогуливаемся но каждый если может закрывайте локально машинами или дороги но самое главное уже пошло что это революция с открытыми руками у нас нет ничего в руках это мирная бархатная революция то есть даже когда полицейский по подходит и говорит с просьбой очистите дорогу дорогу до очищаете но как только но открывайте как только он отворачивается уезжает сразу закрываете это гениально это гениальный ход и 20 уже какое это началось с 19 даже 20 с 20 19 пока еще точно было насколько я помню точечно мы закрыли там по моему человек 200 повязали и помню сейчас дом правительства это в центре мы все это окружили там был такой момент скажем до 20 числа пока народу не стало больше лично у меня не было никакой уверенности что это все получится то есть я увидел что 18 там больше 19 больше но меня не было уверенности как только уже 20 по геометрической прогрессии количество народу увеличилось это уже мне все стало понятно что ничего не смогут 22 у меня два критических момента было что могут пойти на крайне иметь меры и открыть огонь это 20 какое ну собственно 22 23 что и произошло только не не открыли огонь а повязали никола пашиняна его скажем так неизвестное направление отправили и непонятно он где оказался то есть сначала в одном месте потом сразу другое перевели но именно в этот день вышло максимальное количество людей и и армейская часть вышло гарнизон ереванский и медики очень много людей вышло очень много такого не было никогда в новейшей республике и на еще истории суть то в том что вокальный и серже получается убрали вот 20 20 23 значит серж убрался скажем так уже вечером 22 потому что 23 утром к нему к николу пашиняну уже на переговоры при приезжали власть имущие то есть спикер парламента и глава республиканской фракции тогдашней премьер министр карен карпетян российский кадр у никол говорит что карпетян вообще ему 200 миллионов долларов предлагал чтобы подавить весь этот пункт 23 что что сейчас этот карпетян в отставке у меня не станки а вот скажи а насколько сильные было поддержка армянской диаспоры из-за границы то есть запада из сша очень много этому особенно в российских сми придают большое влияние поддержки 30 долларов насколько слышал нас это вот сидела по но елка на какие откуда эти цифры у вас а значит поддержка какая у никола пашиняна то этой акции был счет на которой все желающие могли скинуть деньги скажем так доната обычно я скажу что просто это 300 тысяч долларов это вообще копейки мизер вообще не чтоб я вот этих деньгах честно не слышал то есть они есть может это именно то-то сумма который мигель но я вот именно цифре не слышал я знаю что у него был счет он собирал найти на этот счет доната и потом в конце месяца и в конце какой-то акции он отчитывал что поступил и на что потратить вот до сих пор кстати эти фейсбуке эти ответы висят то есть можно зайти посмотреть кто к значит по по странам американцы вообще американцам пофиг было они там встретились карапетянам карапетян их слова исковеркал кстати и на сайте правительства некорректную информацию подал что американцы типа за то чтобы найти этот протест все разошлись домой там прям так и было написано все разошлись домой все это в политическом русле урегулировать ну все это американцам доложили американцы позвонили в правительство эту новость убрали в тот же день через несколько часов кроме этого никаких западных я лично никаких западных куратора не знаю печенек ну он так бреда не видел кроме этого с диаспоры всей и только что не только западные начали люди приезжать на эти акции то есть на прогулки на перекрывании улиц все там подобное и все значит а ну это в москве кстати ребята тоже там пытались 1 мая по моему или нет или 28 не помню числа какого но московские ребята которые да вот вот я это и говорю что как поддерживали люди которые их брат текущего духовного лидера армии католикоса вот брат он вызвал омон этих людей на территории армянской церкви задержали еще говорит о том что церкви чертовой матери все модернизировать обновлять все никаких вообще никаких таких меж меж государственной помощи не было сами на себя и положились и и все никто никто не никто ничего не сделать потому что на полицию очень большое большое скажем влияние оказалось что изначально митинг объявлен как не не агрессивный как мир каждый раз при прохождении полицейских пашин ангел спасибо нашим правоохранителям пожелаем им хорошей службы так вот полиция так реагировала а вот скажи как реагировали армянские сми во время революции насколько вообще ваших не зависит от власть они сто процентов зависим все зависимы независимых нет каналов типа дождя смотри независимых когда-то был а один плюс канал такой его в 90 как только роберт в власти пришел его закрыли и остал остались только олигархические каналы то есть это есть олигарх гагик царукян его канал есть канал дашнаков левацкие то такие товарищи все остальные подконтрольные государства но как понятно значит дашнаки это они были скажем так шавками республиканской фракции а царукян до этих событий еще просто делал свои деньги и ничего не вякал поэтому к телевизору никто не знаю доверия никакого не было все шло через фейсбук сила фейсбука конечно очень мощно что лидер то есть пашинян каждый вечер вот после митингов после того как он грел все идите спать завтра мы продолжим выходил в эфиры дни по текущим делам он скажем докладывал на ребятам людям что вообще происходит телевизор одноклассники вконтакте популярнее ну да я знаю знаю как это как это у вас к сожалению но у меня на самом деле фейсбук веры нету но массово у нас российские соцсети слава богу не распространены у нас все идет скажем равнение на запад и всегда шло и всегда шло что вот запад запад лучше чем конечно россия что вас фейсбук twitter какие еще популярные сети в армении эти два скорее больше но одноклассники скажем для старшего поколения который которые не поверите еще от одноклассников такой каламбур есть и все все таких но соцсетей чтобы вот люди сидели в этих соцсетях договоришь пашинян вещал через фейсбук да а вот лично ты как поддерживаешь пашиняна и много ли ты знаешь людей и знакомых которые вот реально его поддерживают ну смотри моя поддержка пашиняна заключается в том что пока вектор его скажем измени меня устраивает я не фанят не фанат пашиняна вообще я фанатизму любому очень плохо отношусь пока этот политик удовлетворяет мои требования как наукоплательщик есть гигантское количество людей которые его поддерживают моем окружении тоже есть и свидетели и верующие пашиняна то это каламбур такой который очень благотворят его имеет и жутко не нравится но факт остается фактом что у него кредит доверия у населения гигантских рост такого ни у кого-нибудь даже на заре становление республики у левона торпит росси он такого такого кредита не был сейчас люди просто надеются что не мы как-то перешли с тема на тему мы закончили тем как все же аваста подправили и что было потом вот это сейчас расскажу и сбил меня смысле ну ладно значит в эти несколько дней ничего особо не произошло кроме так кроме того что начальник полиции заявил что это все политические акции мы к этому никакого отношения не имеем что вылилось то что полицейских короте не оказалось то есть делай что хочешь полицейские не вмешиваются него что вообще случае был что прям перед постовыми двое столкнулись один был пьяным и постовые даже не обратили внимание только подошли поинтересовались и ушли ну это гаишник до первого числа ждали сначала переговоры с кареном карпетяном и он 12 в 1130 объявил что этих переговоров карпетян объявил что этих переговоров не будет это второй раз когда я вот почувствовал запах горелого слабо ничего этого не было но я подумал что буду стрелять конкретно утром как только я увидел что эту колонну которая направлялась для защиты дом правительства на 40 минут это большая колонна была на целых 40 минут заблокировали сразу отлегло потому что понял что у них и сил нету чтобы колонки двигать чем стрелять то будут значит это второе крупное такое событие после этого ничего такого и начали ждать 1 мая простите до 1 мая 1 мая день когда должны были выбрать ну первое выборы первые выборы до от партий выдвиженцев выдвинулся естественно один пашинен стал понятно что происходит его в этот день не выбрали значит настолько людей разодорили эти паскут потому что все очень много даже я вот с 10 утра до 9 вечера находился на площади республики и там уже экраны появились все слушал что эти республиканцы там мелят совершенно бредовые идеи просто не с напали политбюро отдыхает даже сейчас цитировать не буду ничего чтобы не запутать но это просто ужасно в общем они настолько договорились что на следующий день и пашинян объявил всеобщую забастовку что вылилось вылилось том что натуральная республика встала не работали не метрополитен гереванский не этот аэропорт его с десяти с десяти утра до двух держали блокаде это просто пошли на часов попросили на часов скал что там блокаду снять там менты пытались блокаду силовым методом разогнать не получилось естественно но все все остальные на направлении они были закрыты то есть в объезд ехали только так до основные артерии открыты в город именно были то есть это с разных городов приезжали их пропускали и все аккурат стоял то есть не то что город стоял во первых все было закрыто во вторых никто не выезжал авто этих всем уже ясно было что происходит потому что по радио глава там сейчас переведу как это комитет государственных доходов глава комитета госдоходов обратился к митингу еще не читайка пашиняна чтобы они открыли границу с грузией потому что республика терпит убытки то есть они в главы государства то бишь просят чтобы он разрешил товарооборота да и за эти десять дней кстати до 1 мая пашинян поехал уже по региону он объездил региона он выступил как и в надзоре так и в кюмри и вообще в кучах мест поэтому тоже очень много оттуда приехал 1 1 мая нихрена не выбрали 2 мая тотальная блокада и 2 по 8 он дал людям отдохнуть скажем так насколько знает где-то 300 тысяч человек вышла по это ну на площади революции но это только на площади революции это только на площади революции а население армии но естественно большинство если считать по площади революции такого скопления то что было там я не помню лично хорошо вот теперь расскажи чем все закончилось и можно ли сейчас уже говорить о том что революция достигла заявленных целей или нет значит закончилась тем что 8 числа республиканцы как миленькие приняли пашиняна ну назначили пашиняна в должности премьер-министр после 2 мая потому что 2 мая то беспрецедентная акция когда человек без какой-либо власти парализовала республику ну такой формальный власть после 8 началась работа правительству значит победа революции программа что можно сказать только все начинается потому что есть проблема как большинство республиканцев парламенте это решается перевыборами но не ну люстрация люстрация увольнения да это можно с натяжкой назвать люстрации но никто им не запретил будущем занимать эти толсости опять что так что а как скажи смена власти повлияла на обстановку в карабахе некоторые говорят что он начинает размораживаться типа там опять конфликт обостряется конфликт не обостряется как стреляли так и стреляют значит на горном карабахе значит тоже хотят сместить своего президента потому что так получилось что ему несколько недель назад люди из в общем властные люди я уж не помню это мвд или службы национальной безопасности очень сильно избила двух подростков очень сильно до сотрясения мозга и люди вышли люди вышли и получилось что там полетели шапки серьезный пошел отставку глава мвд глава нацбезопасности это же пример министр насколько мне не смеет а то что обостряется конфликт единственное что после избрания пашиняна случилось это то что помните я в начале стрима говорил что в трюс четвертом году перемирия была заключена тремя сторонами на горным карабахом армении изербайджан и пашиняна сказал что хватит усторонней встречи мы должны придерживаться изначальных договоренностей и сторон и пригласить на горный карабах состав переговора это кардинально что поменялось в отношении на корнем карабах а в отношении других стран и россии некоторые говорят что теперь антироссийская якобы какое-то прозападно ориентированное правительство пришли нет 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 есть право про армянское правительство которое импонирует западным ценностям но исходя из сегодняшних реалий не будет рвать с российской федерации то есть наши наши не то что цели на наша прибыль даже наши интересы превыше всего до этого до этого прежние прежняя власть она была яра пророссийской и толкала все чтобы угодить россии и как видим это у нее не получилось потому что россия очень армии обману а в отношении с и с и сша то есть будут нормализации с ними отношения а к у нас и ничего не было с ними том-то и дело что армении с сша никакие никакого обострения не было даже идут разговоры как стране как армения при участии в таможенном союзе выдать какие-то особые правила с европейским союзом то есть вот такие даже идут и даже идет идет разговор обезу без визовом режиме то есть это долго еще очень но они активизировались сразу после революции до революции разговоры такие только наши политики озвучивали чтобы население как-то задобрить цели революции да вот говорили про цели цели революции пока они не достигнут слишком мало время прошло опять же первое первое самое жирная цель революции это не посадка всяких проворовавшихся и иллюстраций а приведение в нормальный вид законодательного то есть закона про выборы и проведение досрочных парламентских выборов а когда эти выборы будут и как вы будете следить за ними значит выборы пока еще непонятно когда будут потому что уже сезон над собрания по которому они сейчас имели место быть они пошли отдыхать этот сезон завершился после этого сейчас просто идет обсуждение этого закона и этот закон он даже по моему еще даже не разработан до конца потому что текущий закон просто от там настолько все специально сделано так чтобы можно было тасовать результаты что это ужасно хорошо а смотри вот интернет ты говорил соцсети играли большую роль фейсбук в частности вот скажи какую роль интернет играет в создании гражданского общества в армении то есть ну понятно что люди поднялись они были организованы то есть мы все болели так сказать за армян когда смотрели революцию здравомыслящие люди видели как и завидовали так сказать по-доброму что вот у вас такое возможно у гражданское общество намного слабее развито то есть вот как интернет или может что-то другое повлияло как вы пытаетесь создать гражданское общество как вы развиваете его и в каких ты участвуешь конкретно проектах там интернете самом деле этот вопрос самый сложный потому что интернет в армии он не то что образует обществует он как еще одно средство коммуникации многие очень многие просто бывали за границей работали с иностранными партнерами знают что такое нормально зарабатывать деньги когда тебя не оскорбляя не унижая точь в точь работу платят твою сумму и говорят спасибо и платят по местным меркам гигантские суммы многие просто это в живую видели и просто достало то что их очень-очень сильно обманывают а интернет интернет на самом деле я я не слышал ни одного случая чтобы люди по интернету списались и сделали какой-то какую-то акцию успешно все это спонтанно то есть до интернет это как средство вещания никола пашиняна но и коммуникация между собой но чтобы именно становление через интернет я не могу с этим согласиться я такой здесь не было не можешь то есть может какие-то группы там друзей гражданского общества где проводились какие-то просветительные беседы то есть с людьми какие-то стримы может быть селекции так стримы лекции значит лекции да есть лекции есть но не более скажем то есть ты считаешь что одни это сформировало гражданское общество больше за границ на самом деле просто люди видели как как живут нормальных странах да именно за именно опыт общения с иностранцами с иностранцами опыт вообще скажем нахождение за границей то есть видеть как реально работает нормальных странах полиция это больше чем по по интернету что-то там решать или общаться нас тоже власть приняла миграционные законы напустили мигрантов там этих какого вернее мигрантов и иностранцев которые якобы там инвесторами тут приезжают то есть но народ тоже видит иностранцев как живут в европе многие в польшу ездят в литву работать но как-то чего-то гражданское общество у нас не очень становится понимаешь чем тут в разницу я и не возвращается на самом деле когда по детствам да по моему в миске побили на многих людей там в каком в конце 10 декабря до декабрь я помню очень лично для меня это был шок на самом деле но и в семнадцатом году тоже побили там кое-кого мнение вот именно вот про десятый год это шок был что с республикой беларусь творится ужасное то есть до слышал да вот например смотрите взгляд с армении слышали что где-то там вот беларуси все очень плохо диктатор ничего не хочет нормально развиваться под санкциями вдруг найти к кувалтой по палец показывают ролики как она омоновцы просто не знаю пацанов избивают просто шок у меня был шок на самом деле я до сих пор не понимаю как он власть это вот мое честное мнение я я не понимаю как такой кровожадный и глупый человек он глупый власть он может управлять но по большому счету он глупый потому что я так понял на своих детей еще хочет пристроить к власти да у него уже подрастает сын там николай некоторые шутят вот сейчас александр 1 потом будет править николай 1 господа я вот всей душой болею чтобы наконец-то и брали то очень а что ты нам посоветуешь вот из армении чтобы ты нам рекомендовал то есть белорусам не боятся на всех вертухаев не хватит на дело боятся не много людей то у нас не выходит желающих немного у нас тебе сказали изначальным людей то много не выходило ну да изначально людей много не не выходило но нужно что то что покажет я не я вот не знаю как это чем наверное дом радио триггер с работа лично для меня триггер был такой захватом радио не нужно по полкам когда он сказал кто ворует что ворует сколько это все так понятно то есть в прошлом году мы тоже успеха локального добились что это декрет номер три заморозили хотя бы ну протесты свою роль тоже сыграли да но у нас в отличие от армении все протекало наоборот то есть сначала выходило много людей пока власть активно не реагировала но после того как 15 марта 2017 начали в минске разгонять уже более конкретно и 25 потом на день воли 2017 разогнали конкретно день воли после этого протесты спали но они повлияли и лукашенко таки отменил заморозил то есть секрет номер три то есть сказать что все провалилось нельзя результат есть но проблема в том нет не отменить что не было второго эшелона то есть известные оппозиционеры лидеры там политических партий активисты выходили как только многих из них посадили изолировали то есть и разогнали толпу то протесты пошли на спад вот что ты посоветовал главное главное кстати то что я не сказал 22 числа думаю косяк конечно от второго числа когда никола пашиена посадили украли вышло в два раза больше людей именно в этот день как только его взяли на площадь республики вышло в два раза больше людей чем было то есть и так было до хрена так прям очень много людей плохо становилось воздуха не хватало поставлять там очень такая все к экранам старались прижаться послушать кто что выступал но вы вышло больше то что за несколько дней пошли на сказал если меня посадят вы выйдете выходите а вот будут дитры дитры цивилизации этих протестов то есть по разным местам это идея то есть блокируют дороги и тому по разным местам то есть ни одной кучи скапливается в одном месте что еще насчет этого думать это именно и успех успех опять стратегии в том что лично составу полиции хватило но еще я слышал что водители именно поддерживали людей то есть которые котировали а у нас водители очень злые то есть они скорее будут выскочить и набьют морды тем кто попытается заблокировать дорогу ничего не сделает если люди будут выходить и думаете что тут тоже такого не было потому что очень есть ролики где пашиняна чуть ли мы не материал как там снимаешь да я просто хочу понять что армяне сделали такого то есть как народу удалось сплотиться и каким образом удалось революция тебе код даже могу ответить вас же один флаг всегда был по сути армянский у нас его камень и и вас было декоммунизация нас сих пор по сути дальний совок да про два флага я знаю конечно да кстати говоря как насчет декоммунизации там в армении вот freedom говорит коммунизации у нас у нас была у нас памятники все этим лениным снесли естественно может где-то в каких-то районах остались девяностых коммунисты еще там что-то их труп скажем так шевелился на выборах президента они участвовали стать девяносто шестом том же парламент начале двухтысячных пытались не померли все нету красных слабо на у нас к сожалению яйцеголовый еще стоит почти в каждом городе не убрали лами то есть и голову я про ленина freedom говорю что память никого еще стоит везде почти знаете на самом деле а я не думаю что проблема именно по флагах просто думаю что люди просто не знают альтернативу у нас альтернативу узнали даже при таком хреновом простите хреновой стороне в которой находились люди государства страна то у вас хорошие или нет но государстве стране называйте как хотите люди выезжали за границу и видели как цивилизован цивилизованно люди могут жить и у них перед глазами был вот почему например полицейские на западе может спокойно попросить тебя сделать то-то и то-то да а в армении полицейский чуть ли не матом на тебя орет и сразу вот в обезьяне к нашим лучше вообще не подходить или почему сдают сдают гуманитарку а потом гуманитарка не доходит и не непонятно кто куда украл потом это все полицию подает а потом все это заминают и ничего не происходит так собственно говоря изменения сейчас я вот посмотрю там массово там задержание увольнения пока задержание москву пока нету реформы в том что реформы в том что самое главное начали работать законы господа весь весь вся соль в том что на границе например при растаможке каждый агент стрелял цифру не знаю которая первое в его ум придет и тогда законы не работали то это живая артерии и власть имущие начиная сержа саркисёна просто бабки оттуда сосали неимоверные а вот как же за 100 как я твои прогнозы прогнозы а вот не знаю что будет как там ну по-твоему на что ты надеешься то есть что будет вас надеюсь конечно на лучшее но понимаю что за за короткий срок ничего не изменится даже при задержаниях нужно время чтобы поменять систему работы по смене системы идут полным ходом закон при них скоро примут пир после вы ну я жду выборов скажем так а чуя ожидаю я вот посмотрю на нас собрание скажу сейчас все меня радует скажем так и мне даже не верится что это все происходит и что куча обысков куча изъятий не знаю за эти несколько недель по моему долл долларов 100 миллионов изъяли да эти деньги изъяты их поместили в центральный банк вот а что произойдет в перспективе большой два варианта если никол пашинян сможет реорганизовать как он сам говорит реорганизовать отношения людей государства то есть снизить долю государства в жизни людей стране что ну долю государства стране в жизни граждан да 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 то есть создать дом юстиции специально для скажем инвесторов там и просто для граждан гарантировать и вести неприкосновенность инвестиций по армению просто в гору пойдем очень шикарные прогнозы на эту но пока я даже не буду задумываться над тем потому что в парламенте еще это прежняя сволочь она сидит она сидит то есть вы понимаете здесь борьба не между какими-то прозападными или провосточными коммунистами или капиталистами здесь идет борьба законности и тех воровских элементов о которых я вам говорил в начале стрима которые пробились во власть и тупо тоят на народу населения армии здесь пока вот чтобы все это на следующий уровень перешло и скажем капиталисты начали бодаться социалистами ну ладно нет это не хороший вариант скажем либертарианцы начали а воевать с этатистами это уже следующий скажем так уровень пока уровень обеспечить выполнение закон все соль что законов тут не было про закон спросить вот у нас законы может быть это работает но они направлены против граждан посредством законов и к примеру которые хотят принять это будет против граждан действий или к примеру декрет номер 3 опять же или там а декрет 18 когда там ну или ювенальные юстиции вот это там много чем можно так далее драконовские законы точнее налоги не понятно то есть и законы бывают они всегда хорошие то есть против граждан и за вот этих наемных рабочих подорвались до власть грубо говоря как у законы вот это просто смотрите у нас таких законов не принимали потому что опять же не надо было таких законов принимать законы принимались максимально мягкие максимально пушистые добрые но с подковырками и все это сводилось потому что в один прекрасный момент ты приходишь к человеку как чиновник который ответственность за это все дело но он тебе говорит вот смотри здесь такая строка но не двусмысленно скажем так трактуется ты вот в конверте занеси мне пару тысяч баксов мы подумаем какие трактовать это как конституция российской федерации ну да 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 то есть по на бумаге все красиво пушистого по факту ни черта не помимо идет на сторону вот этих менеджмента грубо говоря да кто хочет кто может скажем вот мы прошлись по списку вопросов теперь у кого какие есть вопросы freedom у тебя и тогда мы перейдем к вопросу из чата да хорошо я хотел спросить про пенсию у нас хотят повысить как в россии после ну-ка ты знаешь там 65 63 пока что дали хотят подтянуть возраст пенсионные женщин сделать таким же как у мужчин то есть 63 сначала у нас просто подняли пенсионный возраст на несколько лет а теперь еще хотят и возраст пенсионные женщины уравнять с мужчинами до 63 ну я не знаю это сейчас обсуждается очень сильно армении очень сильно но если честно мне это совершенно не заботите не слежу за этими темы потому что не привык доверять государство обшишку либо смотря на опыт государств других которые с легкостью кидают своих граждан я не считаю целесообразным доверять свои деньги тем людям которые которые не заинтересованы сохранение этих денег то есть то что не заинтересованы по по своим обязательством может и заинтересованы но не ясно что что будет потом хорошо сегодня они заинтересованы завтра обстоятельства поменяются и все теперь нам эти деньги нужны не знаю какую-то программу основная эта причина например подъема нашего пенсионного возраста это дефицит фазе на то есть предпринимателей мелких уничтожили и фазе не сразу дырка образовалась поэтому сейчас не знают чем и залатать ладно про ментов у меня сколько у вас то есть мы вот рекроссмена даже по моему выше чем в россии поэтому ничего по моему не выходит все идут на жирные места то есть мусорню потому что тех завлекает а другие специальности те же учителя к примеру там ученые и так далее и вообще по сути не платят те же стартапы но и смолоть вообще не поддержит нас доли государства где-то даже выше чем в россии но это нужно уже понимать так как у вас этим делом но опять же стартапы хочу вспомнить какие же есть стартапы кроме чуть-чуть есть тут про стартап просто напомнили есть несколько стартапов которые вот по региону они выбились даже в грузию перекинулись и вара это аналог куберах и аналог объединенной доставки еды и меню и что ну как у вас ментами там сильно отличается зарплата учителя и там обычно бельсонера по поводу текущих зарплат сейчас я не знаю как но мы их обещали поднять но зарплата учителей маленькая эта проблема как эту проблему решили очень просто начали открывать частные школы повсеместно есть частные школы для элиты есть частные школы для среднего скажем класса и это этот институт частных школ он скажем все больше и больше разрастается например у жены клавы службы нас безопасности есть собственные частный детский сад и лишь мне детский сад частный который нет не дешевый скажем так то что социальное повышение зарплат учителям я надеюсь что повысит хорошо так freedom еще у тебя есть вопросы чтобы перейти к чату цены ну продукты все остальное чуть-чуть процентов процентов на на 7 на 10 продукты фрукты подешевели лето потому что мясо подорожало потому что предыдущая власть обязала мясо брать только сам мясо комбинатов и частники вынуждены на создавать комбинат хотелось бы узнать в том плане именно сколько в долларах там в центах тоже молоко к примеру курица какая-нибудь и тогда раз я скажу насколько значит мясо сейчас стоит около пяти около шести долларов 7 долларов раньше шесть было подорожало до 7 килограмм курица одна курица три бакса три с половиной если правильно все я возможно сейчас буду очень жестко ошибаться и подорожание скажем опять же сказал на доллар а фрукты например черешню сейчас стоит 50 центов кило хорошо тогда я перейду к вопросам из чата а то люди там уже давно ждут задали свои вопросы так вот спрашивает распластанная сосиска насколько нынешний президент пашинян лоялен кремлю можно его назвать кремлевским ставленником или он ставленник запада значит смотрите пошли они президента премьер-министр а во вторых он лоялен москве но он не человек москвы на данный момент выгодно быть лай я лояльным своим обязательством по дкб и таможенную союзу у нас просто другого выхода нету что самое главное если бы у нас был выход прямо заявить о своих амбициях ну и выйти на запад я вас уверяю сразу же мы просто начали по ориентироваться на запад потому что у нас желание одно за применить западные ценности как демократия не свободы и капитализм и спокойно жить российские скреп они чуть-чуть не для нас хорошо тогда второй вопрос имеет ли россия какое-либо отношение к войне в карабахе вот как ты это рассматриваешь россия россия поставляет как и нам так и нашему противнику заметьте на противнику своего союзника россия поставляет оружие кстати как и рб не забудет странного дкб поставляют азербайджану оружие помимо этого россии невыгодно чтобы карабахский конфликт решился невыгодно он решается очень просто семь районов пресловут азербайджан на корню карабаху независимость все никому это не нужно и алиева это не нужно потому что он человек войны и он выезжает на этой теме алиева это прости путина это не нужно собственно потому что мирно на кавказе на закавказе поставлял лукашенко уже недавно поставлял аллею а рода лукашенко вот поставил стволы очень неприятно это было видеть я думаю это из-за того что лука лукашенко михрибан понравилось возможно это жена ли выслишь такие слухи что но он вообще всем поставляет оружие известно что он поставлял оружие сирийским этим свободной армии которая с россией там воюет в сирии то есть через болгарскую какую-то контору не знал не знал то есть против своих союзников был сад такое кажется или радио свобода расследование делала в начале года то есть ему вообще пофиг кому что украине когда шла война тоже он поставлял украине оружие так вот на поэтому россия имеет самая непосредственная часть в карабахском скажем так конфликте ответ мой такой я еще такой есть вопрос опять про пашиняна как конкретно пашинян борется с беззаконием механизмы законы реформы механизмы например повязал 30 человек воров законе то с криминалом война арестовал одиозного бывшего генерала который козел такой простите просто нет слов который детскую помощь солдатам на границе в карабахе он украл этот генерал его повязал следствие идут и расследуются многие фирмы монополисты во всяких разных сферах я опять говорю что арест и денег 100 миллионов дом это общая сумма это столько столько всего арестовали за эти несколько недель и всего афор уже у них же насколько я знаю есть ну вы знаете офшоры офшорами но чтобы многие из них просто клиптоманы до мост костей не понимают прелести офшор он например пашинян сказал некоторым олигархам которые которых республиканцы заставляли в обмен на лояльность денежным принести голоса то есть эти олигархи становились депутатами и за счет всяких махинати становились представителями республиканской реакции пашинян и сказал что это у вас последний срок никто не будет ли он чем заставлять только вы работаете по закону платите нормально налоги там потом там ситуация была что такой есть олигарх сам был александр у него есть под его контролем но он говорит что-то жены но естественно тут есть такая компания называется гиперсеть гипермаркетов и реван сити и по закону если бы все он должен чист если больше чисто работал он должен был платить акции за 20 процентов в прибыль все такое но он договорился с республиканцами заметьте что он открывает кучу подставных а фильм 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 и пешников и так все это оформлю что платит 22 процента налога законно-законно но вот за счет этого того что 18 процентов ему спускают он стал депутатом ну ему сказано это это ему и предъявили несколько недель назад он попытался рыпнуться сказал вот повышаем цены потому что мы теперь по закону работаем повышаем цены на 20 процентов но через несколько дней очевидно намекнули что так делать не надо это все он сказал что решено с государством все решили цены вернуться на прежнее русло и кстати эти олигархии уже вышли с республиканской фракции теперь фракция уже несколько дней как но не дни опять же несколько недель как не в большинстве но если что они свою гадость могут сделать это не помнишь какие у кого еще есть вопросы фридом серже получается управляет республиканцами я так понимаю за границей но он в ереване но видели несколько дней в москве несколько дней назад москве не значит он там делал но он ереване он управляет республиканской партии он черный этот черный сергей артстан скажет так у меня вопрос про жилье ну примеру я вот захочу к вам приехать скобы осталось обойдется там отель какой-нибудь самый дешевый сейчас пацанам не знаю вообще ничего потому что я только знаю что коммуналка зимой на семью из трех человек 150 долларов в месяц потому что газ все такое летом три стола все на тот шайк 30 канал к 30 долларов надо да так нормально вообще у нас там баксов стоны . баксов 50-60 из трех комнатную квартира у нас просто много очень на плечах людей то есть у нас нет централизованного отопления то есть у всех стоит кейсер и там потом понятно вот как раз вот централизацию и детсерциализацию хотел спросить как у вас самоуправление происходит в городах нас понятно исполнит централизация то есть фашизм грубо говоря один источник грубо говоря все власти и на вас этим выборы есть там миру и она естественно есть выбор но не как они республиканцы все такое но выборы да есть они скажу конкретней в городах и в селах выборы проводятся и я не могу сказать что за пределами знаешь да да революции некоторые районы некоторые города не были под каким-либо кланом например например вот три горя на генерала которого повязали под его городом под его контролем был целый город под контролем его семьи то есть там сын мэр у него там своя собственно это организация ветеранов он там рулит кратит тушенку да и все тому подобное и в этом городе без его ведома вообще невозможно ничего сделать невозможно было теперь уже слава богу не так вот но сейчас я думаю еще больше будет ну смотри тут был феодализм был сейчас это все опять идет демонтируется ну больше самоуправлением поговорим да конечно так вот в чате у нас появился еще один вопрос человек который спрашивал про карабах хочет уточнение говорит что если возможно зачем чтобы вы сказали зачем нужна россия война в карабахе опять же чтоб не объединились у кавказские республики просто откройте не знаю какой-нибудь карту откройте посмотрите что из себя представляет вообще за кавказе армения азербайджан и грузия не зря в двадцатых годах за кавказскую советскую федеративную республику разбили на три потому что вместе это гигантская сила это и такое географическое предположение это шикарно как кстати отношения с турции интересно нет вообще никаких враждебные ну помимо того что враждебные требуем признание геноцида был с нашей стороны было предложение что без всяких предусловий мы открываем границы и там уже наши терки уже в другой плоскость переводит была такая футбольная дипломатия президент турции приехал сюда посетил матч армения турция чики-пики но потом через несколько недель эрдоган заявил что ни черта не будет потому что на горных коробках вот это все идея эрдогана могут не выбрать 2 миллиона стать человек в турции вышла ну за оппозиции иду ну я надеюсь я надеюсь не первый раз когда очень много людей в турции выходит и такси там подобное так больше вопросов нет в чате не пошли вопрос я по моему не услышал ответ толком по поводу этих отелей для туристов и ты там осталось когда честно опять кур я не знаю про цены лучше это посмотреть посмотреть в букинге какой каком-нибудь потому что вот эти международные кстати сервис они в армении развиты очень и доверять можно человек который там живет штаб ну мало ли ты знаешь дома спросить там живешь ну смотри средний в месяц локальная двухкомнатная квартира в большом центре 300 долларов плюс коммуналка соответственно а хостел и отели не знаю никогда не пользовался в армии вообще искали вообще транспорт стоит тут 20 центов транспорт и метро и на землю от центра ну насколько получается даже даже нас 30 где-то центов у нас даже где-то меньше 1617 или улитов у нас по-разному по городам то есть минске вот 32 центов говоря у тебя ну грубо говоря в регионах там на 10 центов будет дешевле 10 если что кстати говоря но он сразу сделаем стрим воскресенье можно поговорить про либертарианство то отлично до следующий стрим планируется воскресенье во сколько будем начинать сегодня как сегодня восемь часов воскресенья то есть 200 до подготовим вопросы заранее ссылку будет к этому тоже вопросы и счета тоже кредит и дискорд сдавать и отлично да тогда на этом мы заканчиваем мащи 3 спада пасибо спасибо вам большое спасибо погоди код нужно людям сказать что вот этот канал будет основном люди которые будут записи смотреть этот канал даст все стримы будет выходить пока на этом канале пока блокировка действует на основном канале все стримы будет выходить здесь поэтому кто хочет смотреть стримы в прямом эфире подписывайтесь на стрим канал и заходите оффлайн копии будут заливаться по возможности на основной канал серый код анонсы собственно говоря будут либо в дискорде либо в телеграме точнее и там и там да подписывайтесь внизу в описании ссылки на дискорд на телеграм подписывайтесь там вы сможете узнать о времени и о теме новых стримов когда что где выходит то есть все анонсы там публикуются все на этом мы заканчиваем стрим спасибо всем за внимание